В путинское время сложилась очень эффективная и убедительная мифология, суть которой я сейчас изложу. Она выглядит так. Была великая советская страна. Не все там было идеально. Не все. Путин говорит, да, и ГУЛАГ был там, и репрессии, но эта страна победила в войне, эта страна запустила Гагарина, чистая правда, да? Эта страна добилась высочайшего уровня образования и здравоохранения по тем временам, и слава богу. Правда это? Правда. А что спорить-то? Правда. Следующий момент. Все шло хорошо. Но где-то в конце 80-х, в начале 90-х как-то так вышло, что к власти в стране пришли люди, фамилии я могу за вас назвать, там, Горбачев, Ельцин, Гайдар и прочие, которые то ли были просто клинические идиоты, то ли прямые агенты ЦРУ или Госдепа, но они как-то так вот наворотили, что эта страна рухнула. И в 90-е все было ужасно, потому что тогда у власти находились либералы, реформаторы и все остальные. А потом пришел Путин, Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, и в нулевые годы страна встала с колен, все заколосилось и процвело. И логика выглядит так. Вы слушайте внимательно. Это очень цельная и убедительная картина. И в этом ее сила и притягательность, потому что каждый русский человек знает, действительно знает, ну, моего возраста точно, да, там, ближе к 60-ти, что все шло хорошо, чистая правда. Я получил вот такое образование на физтехе, защитился, был советский ученый, классно все. Потом в 90-е годы мы все там торговали, там, кооперативы, чистая правда, а в нулевые действительно так хорошо, как в нулевые русский мужик не жил вообще никогда в истории. Люди наелись, реально, наелись. Машины, пластиковые окна, квартира и так далее мы процвели. Все хорошо в этой картине, кроме логических причинных связей, товарищи. Объясню почему. В 90-е годы было плохо. Правда? Правда. В нулевые годы стало лучше. Правда? Правда. Ну, рост экономики, зарплат. А дальше есть такая хитрая история. А поскольку в 90-е годы у власти были либералы, что уже само все неправда, я про это объясняю, ну, допустим, а в нулевые Путин, то ответ ясен. Либералы это плохо, Путин это хорошо. Но только вот тут есть одна хитрость. Если вы проанализируете развитие абсолютно всех постсоветских стран, любых, от Казахстана, Узбекистана до Прибалтики, вы обнаружите следующее, дорогие друзья. Поразительно похожие истории, очень похожие истории. Двукратный спад промышленности в 90-е и рост в нулевые. Совпадение до мелочей в кривых под названием, внимание, ключевые показатели. Жительность жизни, спад, потом рост. ВВП по душевой, спад, потом рост. В таких странах специально называю, кроме России, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Где, заметьте, в 90-е годы те же самые люди, что сейчас. Абсолютно те же самые. Но никто же не говорит, что Назарбаев в 90-х все развалил, а Назарбаев в нулевых все поднял. Никто не говорит, что Алиев старший все развалил, а Алиев молодой все поднял. Следовательно, вот эти истории, разруха, кошмары, безобразие 90-х и благосостояние нулевых связаны с чем-то другим. И вот тут я попытаюсь объяснить, с чем это связано. Это связано, дорогие товарищи, вот с чем. Что Советский Союз, к сожалению, большому, рухнул, поскольку был неэффективной экономикой и строил химрическую историю. Под названием, мы строим коммунизм, да? И когда он рухнул, то на руины, вот так получилось, позвали тех, кто всегда спасал, да? Но в массовом сознании народ связал бедствия 90-х не с теми, кто это устроил 70 лет, пытаясь строить коммунизм, а с теми, кто был. Точно так же. Рост нулевых связан с большим количеством факторов. Там и цены на нефт. Сравните разницу, да? В 98-й год и 2008-й, да? Конечно, там и личность Путина, консолидировавшую бюрократию, конечно. Но более важным было другое. Что те механизмы, которые худо-бедно были построены в 90-е годы, это называется рыночная экономика, которой не было в 80-е, да? Они заработали. И когда цены на нефть пошли, страна стала развиваться. Вот и весь ответ. Поэтому никакого риска, если сейчас будет более либеральная политика, экономика и так далее, уже нет. Потому что мы вырастаем не из советской власти, где не было никаких вообще рыночных конститутов и никакой вообще политики. А мы уже, извиняюсь, наработали, в том числе ценой пота и крови, собственные какие-то навыки и умения жить в рыночной экономике и в демократии. Понимаете, вот и все.